Особое внимание к контролю за соблюдением самоизоляции заболевших жителей, проходящих лечение амбулаторно. Эта работа проводится районными администрациями совместно с поликлиниками и полицией. Дважды в день управляющие микрорайонами звонят заболевшим по телефону и совершают поквартирный обход для подтверждения соблюдения домашнего режима. О том, как с этой работой справляются внутриградские районы, поговорили на городском оперативном штабе по предотвращению распространения коронавируса. Совещание прошло под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Еще раз заостряю ваше внимание на проведение разъяснительной работы с людьми о необходимости вакцинирования. Конечно, мы сегодня делали в основном упор на людей старше 65 лет. И понятно, почему. Но, тем не менее, не забываем. И людей моложе тоже приглашаем на вакцинирование. За прошлую неделю в Самаре зарегистрировано 538 заболевших COVID-19. Отмечается снижение, однако расслабляться пока рано. Статистика подтверждает, что заболеть новой коронавирусной инфекцией может каждый, независимо от возраста. А предсказать, как будет протекать болезнь у конкретного человека, невозможно. Единственный способ защитить себя от страшного недуга – вакцинация, напоминают медики. В группе риска находятся прежде всего люди старше 65 лет и страдающие рядом хронических заболеваний. На сегодня свыше 183 тысяч пожилых получили прививки от COVID-19. Повторно привились 34 тысячи 15 человек. Мониторинг вакцинированных граждан 60 плюс ведется с сентября 2021 года. Ежемесячно количество привитых граждан указанной категории увеличивается. На 1 октября их было 123 тысячи 194. Наиболее активно население 60 плюс прививалось в декабре. То есть прирост составил по отношению к октябрю 38,7%. Для повышения доступности вакцинации в регионе работают круглосуточные прививочные пункты. Пройти процедуру в кабинетах в удобное время может любой житель региона. При себе необходимо иметь любой документ, удостоверяющий личность. Кроме того, администрации Самары совместно с полицией ежедневно проводят проверки соблюдением масочного режима в городском транспорте, а также соблюдение санитарно-противоэпидемических мер в торговых центрах и объектах общепита. За праздничные дни было составлено 85 материалов.